Время подводить итоги на нашем канале. Здравствуйте! Я приветствую всех, кто смотрит нас в эту минуту. В течение ближайшего времени подробно о главном на уходящей неделе вам расскажем я, Лисика Иряка, и мои коллеги-журналисты пятого канала. Как всегда, в начале выпуска коротко об основных событиях минувших дней и главных темах сегодняшней программы. Первые лица страны – первые в антирейтинге общественного восприятия. Таковы данные соцопроса. Майо Санду жители Молдовы считают ответственной за ситуацию в юстиции и все действия партии власти. Около 60% предпочитают видеть на посту президента другого человека. Агитация за Европу, которую власти называют информированием, ведется за счет государственного бюджета. А сколько на это будет потрачено, нам не говорят. При этом, по словам главы МИД Михая Попшоя, независимо от результатов плебисцита, переговоры о вступлении в Евросоюз продолжатся. Мало кто верил в такую возможность, но сегодня она подводит итоги первого года работы. Башканга Гаузии Евгения Гуцул представила отчет о реализованном на посту главы автономии. Директор легендарного танцевального ансамбля «Жок» все-таки уволена. Как это прокомментировала сама Алена Стрымбяну и почему после этого экс-президент страны Владимир Воронин призвал министра культуры уйти в отставку. На этой неделе сразу две известные в Молдове компании объявили о результатах своих социологических опросов. Оба исследования представляют крайне неприятную картину для партии власти и ее неформального лидера Майя Санду. Можно лишь посочувствовать всем тем, кто когда-то искренне поверил в красивые лозунги и обещания ПДС и нынешнего президента, но затем кто-то раньше, кто-то позже испытал глубочайшее разочарование того, как они их выполняют и как все больше деградируют практически все сферы нашей жизни. Впрочем, еще есть те, кто продолжают ждать обещанных хороших времен, веря в бесконечные оправдания своих кумиров различными обстоятельствами, которые им так мешают. Но и их доля, совершенно очевидно, с каждым днем все меньше. О том, что это так, свидетельствует новое исследование, проведенное в июле консалтинговой компанией Intellect Group. Оно показало, что свыше половины населения отрицательно оценивает деятельность представителей власти. Более того, первые лица страны – лидеры общественного антирейтинга. В этом они обошли даже председателя Блока Победа Илона Шора, которого власти и близкие ей СМИ очерняли изо всех своих сил, последние несколько лет. Премьер-министр Дарин Ричян, президент Майя Санду и председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон возглавляют антирейтинг среди политиков нашей страны. Об этом говорят данные опроса проведенного Intellect Group. Так, на вопрос, как вы относитесь к следующим политикам, отрицательную оценку Дарину Ричану дали 58,1% респондентов. Майя Санду – 53,7%, а Игорю Дадону – 53%. То есть, несмотря на массивный поток негатива, который представители власти и подконтрольных им СМИ обрушили за последние годы на Илона Шора, к президенту и премьеру негативного отношения больше, чем к опальному политику. Что касается положительных оценок, Майя Санду их выразила 27,4% опрошенных, Игорю Дадону – 23%. В тройку лидеров с совсем небольшим отрывом вошел и председатель Блока Победы Илон Шор – 22,9%. У остальных политиков степень доверия менее 20%. В общей сложности в списке, приведенном интеллект-групп, 12 политиков. Почти аналогичная ситуация в отношении к партиям. Первое место в антирейтинге политических формирований занимает правящая партия «Действия и солидарность», которую возглавляет председатель парламента Игорь Гроссу. Отрицательно оценивают ее деятельность – 54,2%. Рядом находится ПСРМ Игоря Дадона – 53,7%. На третьей позиции наша партия Рината Усатова – 52,8%. Отрицательного порога в 50% также достигли партии развития объединений «Она Кику» – 50,7%. Коалиция за единство и благосостояние Игоря Мунтяну – 50,3%. А также ПКРМ Владимира Воронина – 50%. Между тем, согласно результатам опроса, положительно оценивают деятельность ПДС – 26,5%. Вплотную к ней приблизился блок «Победа» Илона Шора – 25%. На третьем месте ПСРМ – 23,6%. Всего в списке 10 политформирований. Политики и партии, указанные в опросе, пока не прокомментировали эти результаты. В целом исследование показывает высокий уровень недоверия избирателей по отношению ко всем без исключения политикам и партиям, действующим в Молдове, делает вывод «Интеллект Групп». А большое количество респондентов, давших ответы «не знаю» или «затрудняюсь ответить», указывает на недоверие к политическим процессам, отмечает руководитель компании Ян Лесневский. Отвечая на вопрос, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о внесении изменения в Конституцию о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, как бы вы лично проголосовали, 33,2% высказались против и всего на 5% больше «за». При этом 11,9% опрошенных еще не определились по этому вопросу. 8,4% сказали, что не будут голосовать, а 1,3% признались, что испортят бюллетень. Опрос проводился с 8 по 17 июля 2024 года среди 986 лиц старше 18 лет, имеющих право голоса на территории Молдовы, за исключением Приднестровского региона. Погрешность не превышает 3,1% пункта. Объявленные вскоре после этого результаты другого опроса, на этот раз компании «Имос» также выявили негативную оценку достижений власти. Свыше 60% жителей Молдовы считают, что было бы лучше, если бы после президентских выборов в октябре этого года Майя Санду сменил на этом посту другой человек. Свыше 20% респондентов не верят, что выборы будут свободными и честными. Свыше 40% избирателей, имеющих право голоса, убеждены, что на них будут фальсификации. Большая часть опрошенных считают Санду напрямую виновны в провале судебной реформы. Юстиция, ЦИК, СМИ, кроме запрещенных, конечно, по мнению жителей страны, контролируются властью. Но разве это нам всем обещала партия действий солидарности и Майя Санду во время предвыборной кампании? Или и тут виноваты война в Украине и пресловутые гибридные атаки России, на которые они все время пеняют? Ситуация в системе правосудия ухудшилась при правлении ПДС. На это указывают данные опроса общественного мнения, представленные компанией ИМОС. По данным исследования, почти 33% респондентов заявили, что действующая власть виновата в том, что не наблюдается существенного прогресса в сфере правосудия. При этом почти 16% заявили, что виновата в этом президент Майя Санду. 8,6% винят систему юстиции и 5,2% указывают на коррупцию в системе. При этом подавляющее большинство респондентов, около 70%, считают, что правосудие полностью контролируется властью. Процент тех, кто считает, что реформа юстиции продвигается вперед конкретными и эффективными шагами, становится все ниже и ниже. Он опустился всего до 5%. И мы видим, что те, кто считает, что проблема с коррупцией не решилась, и что почти ничего не было сделано, по данным опроса, 57%, то есть большинство. В отношении независимости судебной власти мы видим, что в течение трех лет наблюдений процентные показатели колебались очень незначительно. У нас 20% считают, что судебная система независима, а 70% говорят, что она находится под контролем тех, кто находится во власти. Согласно исследованию, 45% опрошенных заявили, что из-за ситуации в сфере юстиции Республика Молдова не станет членом Европейского Союза до 2030 года. Однако 43% утверждают, что эта цель будет достигнута в течение шести лет. 54% участников опроса заявили, что президент Майосан донесет прямую ответственность за провал в сфере юстиции. 35% считают, что глава государства не виновата. В то же время исследование показывает, что большинство опрошенных, а именно 71% утверждают, что Майосан донесет прямую ответственность за деятельность власти ПДС. 31% участников опроса также заявили, что за 4 года своего мандата президент страны активно участвовала в реформах и изменениях в нашей стране. 26% придерживают сомнения, что участие главы государства было незначительным. 25% в очень малой степени или не было вообще. На вопрос, есть ли коррупция в ПДС, 75% опрошенных ответили утвердительно, и только 13% считают, что ее нет. Опрос также показывает, что большинство респондентов, а именно 56%, заявили, что средства массовой информации в нашей стране в основном контролируются или находятся под влиянием. Лишь 19% утверждают, что пресса частично независима, а 11% считают ее независимой. В то же время 53% опрошенных утверждают, что средства массовой информации находятся под влиянием и контролем находящихся во власти политиков. Что касается президентских выборов, которые пройдут осенью, 22% заявили, что они в малой степени верят, что выборы будут свободными и честными. 21% респондентов утверждают, что президентские выборы вообще не будут свободными и честными. Более того, 41% участников опроса заявили, что на осенних президентских выборах будут некоторые фальсификации. 37% считают, что фальсификации будет много, а 22% считают, что выборы будут честными в значительной мере. Только 13% утверждают, что фальсификации не будет. По данным общественного политического барометра, 62% утверждают, что было бы лучше, если Майя Санду на посту президента заменил другой человек. Данные также показывают, что 31% граждан очень мало доверяют Центральной избирательной комиссии, а 27% говорят, что они очень доверяют ЦИК. Исследования также показывают, что 77% молдаван, принявших участие в опросе, положительно относятся к Италии, Германии, Франции, ЕС, Великобритании, Румынии, Украине и России. Неодобрительно большинство граждан относятся к НАТО, США и Китаю. Согласно опросу, 55% опрошенных считают, что война в Украине должна прекратиться, а Россия должна сохранить занятые территории. 49% опрошенных говорят, что Владимир Путин приближается к достижению целей, которые он поставил перед войной. 48% говорят, что Россию невозможно победить в войне в Украине. Что касается внешнеполитической ориентации руководства Республики Молдова, 45% опрошенных заявили, что она должна быть сбалансированной, а 31% – проевропейской. 12% говорят, что ориентация должна быть пророссийской. Пресс-секретарь ПДС Адриана Влас сообщила нам, что не комментируют данные исследования. Представители администрации президента не ответили на наш запрос о реакции на результаты исследования. Опрос был проведен по заказу румынской компании Independent News с 8 по 21 июля 2024 года среди 1093 респондентов в возрасте от 18 лет в 90 населенных пунктах Республики Молдова. Погрешность составляет плюс-минус 3%. По данным этого же соцопроса компании IMSS, 58% респондентов выступают против того, чтобы референдум за евроинтеграцию проводился в один день с президентскими выборами. Немало тех, кто еще не определился с мнением, как будет голосовать и пойдет ли вообще. И это при том, что правящая власть проводит так называемую информационную, по факту самую настоящую агитационную кампанию уже очень давно. Начав это делать, едва ли не за полгода до ее официального старта. Напомним, он 20 сентября. Уже много месяцев Майя Санду, Игорь Гроссу, Дарид Ричан, Андрей Спыну и многие другие официальные лица ездят по стране на служебном транспорте. К слову, встречаются с людьми, организованными для них местными властями, в загранкомандировках проводят встречи с диаспорой, разносят газеты и другие агитки, установили информационные палатки в городах, в школах проводятся специальные уроки со старшеклассниками. Но недавно власти решили не стесняться вовсе и запустили масштабную и дорогостоящую кампанию «Европа для тебя», в рамках которой в соцсетях распространяется серия промовирующих ЕС видеороликов, а на сайтах всех государственных и публичных учреждений от министерств до судебных инстанций разместили баннера, которые переводят на специально созданный сайт, где прямым текстом содержится призыв прийти на референдум и проголосовать «за». И все это делается на бюджетные деньги. То есть наши с вами, которых никто даже не потрудился спросить, а мы на это согласны? А может быть мы вообще хотим голосовать против, а на наши деньги увеличивает число тех, кто придерживается других взглядов? И при этом никто еще и не хочет сказать, сколько именно на это планируют тратить. А обещают сообщить потом, постфактум. И достоверность этих слов мы даже проверить не сможем. В кампанию по продвижению референдума о евроинтеграции включились министерства, ведомства, суды и местные органы власти. Хотя избирательная кампания еще не началась, а значит любая агитация незаконна. К тому же государственные учреждения, как и представители центральных и местных органов власти, действующие на деньги налогоплательщиков, должны демонстрировать равноудаленность от таких процессов. Однако власти это не смущает. Все эти действия они предпочитают называть не агитацией, а информированием. Вот и информируют, задействовав по максимуму административный ресурс. Тем более, что ЦИК в этом упорно не видит нарушений. Так, при входе на сайт правительства сразу появляется атрибутика референдума. Карта Республики Молдова в обрамлении круга звезд, символа Евросоюза. Европа для тебя. Узнай о преимуществах и возможностях, предоставляемых Молдове и Европейским Союзом, гласит надпись рядом. При нажатии на этот баннер происходит переход на сайт «Молдова-Европяная», посвященный всенародному плебисциту, где содержится прямой призыв участвовать в референдуме и голосовать за ЕС. «Ты за Европу! Иди на референдум 20 октября 2024 года», крупными буквами написано на экране. Такой же баннер с призывом помещен в обложку официальной страницы правительства Facebook. Аналогичные линки присутствуют и на сайтах большинства министерств и ведомств. Как заявил 24 июля пресс-секретарь правительства Даниэл Воде, в общей сложности на 48 сайтах государственных и публичных структур, включая даже сферу культуры. Например, Министерство культуры на своем портале призывает сходить в Национальный музей этнографии, чтобы посмотреть на его экспонаты. Национальный музей истории Молдовы на выставку Бессараби в первой половине 20 века. А заодно ознакомиться с преимуществами вступления Молдовы в ЕС и пойти на референдум. А это портал государственных услуг, предоставляемых центральными органами Республики Молдова. На нем также предлагается узнать о преимуществах вступления Молдовы в Евросоюз и не забыть проголосовать на референдуме 20 октября. В соцсетях также распространяется письмо пресс-службы Министерства здравоохранения, датированное 22 июля, в котором сообщается, что правительство запустило информационную кампанию «Европа для тебя». Цель кампании – разъяснить гражданам преимущества и возможности, которые предоставляет Европейский Союз. В связи с этим Министерство здравоохранения получило такие материалы для распространения в подведомственных учреждениях, говорится в письме Минздрава и указывается, куда следует обратиться для их получения. Причем обязательно в течение этой недели. Не остались в стороне от агитационной кампании за референдум и судебные инстанции. Хотя по нормам международного права суды должны быть независимы, самостоятельны и не подчинены чьей бы то ни было воле. А судьи не должны участвовать в политической деятельности. Вот, например, сайт суда муниципия Кишинев. Баннер с призывом идти на референдум о евроинтеграции на месте. Как и на сайтах всех остальных территориальных судов первой инстанции, а также апелляционные палаты Кишинева. И только Высший совет магистратуры и Высшая судебная палата решили придерживаться буквы закона. Кроме того, не так давно в электронные подписи, независимо от их назначения, автоматически начала добавляться надпись «Европейская Молдова». В соцсетях поднялась волна критики. Гражданский активист и социолог Виталий Спринчаны по этому поводу написал следующее. Я удивлен, почему так скромно? Почему только для электронной подписи? Давайте добавим «Европейская Молдова», мы поддерживаем ПДС и мы голосуем за мою санду на все официальные документы. Как красиво любой из этих лозунгов смотрелся бы на различных образцах счетов, в свидетельствах о разводе, гражданин Х разводится с гражданкой Y в Европейской Молдове, в свидетельствах о смерти, гражданин З умер, но мы голосуем за санду 20 октября, на водительских удостоверениях, документах на собственность, свидетельствах о рождении, гражданин Кью родился вчера и уже поддерживает ПДС и так далее, написал Виталий Спринчана на своей странице в Фейсбуке. Журналисты Пятого канала поинтересовались у пресс-секретаря правительства Даниэла Вода, зачем нужно было помещать агитационные лозунги даже в электронный документ и оборот, и насколько это законно. Спасибо за ваше оценочное суждение по этому вопросу. Ранее я активно объяснял, что в электронной подписи или цифровой идентификации в разделе «Местоположение» действительно написана «Европейская Молдова». Вероятно, ни вы, ни противники этой идеи не можете отрицать, что географически Республика Молдова находится на европейском континенте, и Молдова, по сути, является европейской страной. У нас есть много действий по информированию общества, и одно из них – добавление этого элемента по информированию общества в электронную подпись или цифровую идентификацию каждого гражданина. В свою очередь, в Службе информационных технологий и кибербезопасности распространили заявление, в котором говорится, что надпись «Европейская Молдова», которую пользователи стали замечать при проставлении электронной подписи, вовсе не связана с пропагандой референдума 20 октября, а добавлена для продвижения информационной кампании «Европа для тебя», запущенной правительством в начале июля. У пресс-секретаря правительства мы также спросили, из каких средств и фондов финансируется эта массированная и явно недешевая компания за «Европу» и референдум, и сколько она стоит. Конкретную сумму Даниил Воды называть не стал, но подтвердил, что правительство использует для этих целей бюджетные средства. Эта компания проводится и реализуется из фондов государственной канцелярии. Мы будем очень рады в ближайшем будущем поделиться всеми подробностями, связанными с расходами, включая цифры. Ранее сегодня мы объявили, что одним из мероприятий в рамках кампании «Европа для тебя» будут европейские экскурсии для детей из многих населенных пунктов. Они приедут в столицу. Стоимость этого сегмента кампании – 2,5 миллиона лея. В ходе реализации данной кампании, которая продлится до 18 августа, мы обобщим все данные и сообщим об этом в публичном пространстве совершенно прозрачно. Напомним, что практически сразу же после решения Конституционного суда о возможности провести референдум в один день с президентскими выборами представители ПДС, члены правительства, депутаты и активисты взялись активно агитировать за плебисцит и евроинтеграцию. Разъезжая по населенным пунктам на служебном транспорте, распространять информационные листовки и газеты, а на улицах городов установили информационные палатки с агитаторами и агитационными материалами. В то время как в правительстве не скрывают, что используют административные ресурсы, бюджетные деньги для продвижения референдума 20 октября, пользователи соцсетей напоминают, как в 2019 году тогда премьер-министр Майя Санду говорила, что возглавляемая ею партия никогда не будет действовать как Плохотнюк и его ДПМ, и обещала строго наказывать всех, кто допустит использование административного ресурса на приближающихся местных выборах. Здесь я имею в виду как госучреждения, ответственные за организацию выборов, так и госучреждения, некоторые чиновники которых не стеснялись в прошлом использовать административный ресурс для проведения предвыборной кампании в пользу той или другой партии. Этот вопрос для нынешнего правительства является, если хотите, экзаменом на степень бакалавра. От того, насколько нам удастся обеспечить свободный и справедливый характер этих выборов, зависит наш имидж в будущем. Любая попытка нарушить эти правила, используя административный ресурс в избирательной кампании, будет очень строго наказываться. Мы пытались узнать в Центральной избирательной комиссии, насколько законно использование административного ресурса и публичных средств для продвижения конституционного референдума, особенно в условиях, когда избирательная кампания еще официально не началась. Однако члены Центра избиркома были на заседании и дозвониться не удалось. Ранее вице-председатель ЦИК Павел Постега заявлял, что партии имеют право проводить информационные кампании и до начала предвыборных периодов. Однако, почему информирование с прямым призывом идти голосовать и даже за что ЦИКом не считается агитацией, Постега не пояснил. В свою очередь, в ассоциации Промолекс, которая мониторит такие вопросы, сказали, что ответственные лица сейчас в отпуске и что отчет о подготовке к избирательной кампании выйдет в августе. Как бы ни проголосовали жители страны на референдуме, это не будет иметь никакого значения. Независимо от результатов клубисцита, переговоры о вступлении в Евросоюз продолжатся. Так заявил на этой неделе министр иностранных дел Михаил Попшой в эфире телеканала «Реалитати Лайф». На фоне информации о миллионных затратах на кампанию за Европу это заявление прозвучало особенно цинично. И бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский считает, что этими заявлениями Михаил Попшой дал понять, что осенний референдум лишен всякого смысла. По мнению эксперта, плебисцит задуман для достижения другой цели. Для продвижения имиджа президента, который, как выразился Павловский, находится в свободном падении. Но у этого признания Попшой есть и другая сторона. Нам прямым текстом и опять же без стеснения говорят, что наши с вами мнения их совершенно не интересуют. И они, не моргнув, готовы им пренебречь. Мнение людей не будет иметь значения. Об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Михаил Попшой, который в передаче на телеканале «Реалитате Лайв» заявил, что независимо от результатов осеннего референдума, переговоры о вступлении в Европейский Союз продолжатся. Переговоры продолжатся. У нас есть четкий график на несколько лет вперед. Это оптимальный план работы, поэтому нет никакой юридической или какой-либо иной зависимости. Конечно, мы должны сделать так, чтобы поддержка была как можно большей, чтобы это дало импульс как внутри, так и снаружи, показало нашим партнерам, нашим гражданам, чего действительно хотят граждане Республики Молдова. Бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский считает, что этими заявлениями Михаил Попшой дал понять, что осенний референдум лишен всякого смысла. В данном случае господин Попшой лишь назвал вещи своими именами. Он не признал, что этот референдум не имеет смысла, но косвенно именно это он и сказал. Я считаю, что у Республики Молдова есть и другие нужды, на которые можно было бы использовать эти деньги относительно европейского курса Республики Молдова. Мы не должны забывать, что у нас есть соглашение об ассоциации. Это международный документ, который порождает некоторые международные обязательства. И хочет кто-то этого или нет, но пока это соглашение об ассоциации остается в силе, его необходимо уважать. По мнению Павловского, плебисцит задуман для достижения другой цели. У этого референдума нет иной цели, кроме продвижения имиджа президента, который в последнее время находится в свободном падении. По крайней мере, такой вывод, который логически вытекает из той ситуации, которая создана вокруг этого референдума, но его по большому счету даже референдумом назвать нельзя. Референдум – это форма прямого выражения суверенитета, когда решает народ. Но здесь, если правители говорят, что независимо от мнения народа мы все равно делаем то или иное, то это значит, что этот референдум не выполняет свои цели. Он не выполняет свою правовую миссию. Таким образом, своим заявлением глава МИДа проверк один из главных политических лозунгов партии власти в продвижении европейского референдума о том, что нужно голосовать за, чтобы обеспечить европейский курс. Своими словами, Попшой подтвердил заявление многих представителей оппозиции, которые обвинили ПДС в манипулировании общественным сознанием и признал, что на самом деле правящую партию не волнует, что думает народ страны, и она готова игнорировать это мнение. Напомним, организация плебисцита по поводу вступления Молдовы в Евросоюз подверглась критике со стороны ряда партий, в том числе не парламентских, а некоторые проевропейские формирования считают, что его следует провести после завершения переговоров. Заместитель председателя ЦИК Павел Постика ранее заявлял, что судьбу осеннего референдума могут лишить лишь 17% избирателей. По его словам, около 150 тысяч голосов достаточно, чтобы изменить Конституцию Республики Молдова в пользу европейской интеграции. Его заявление подверглось критике со стороны некоторых экспертов, которые заявили, что судьба страны не может быть решена всего лишь 17% избирателей, учитывая, что в списках граждан с правом голоса указаны более 3 миллионов человек. По данным социсследования компании «ИМОС», если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о присоединении к НАТО, то против проголосовали бы 58% избирателей страны и лишь 26% за. Несмотря на непопулярность среди жителей Молдовы и Североатлантического альянса, власти упорно толкают страну в его объятия. Как пишут пользователи соцсетей, по ночам по дорогам страны вместо тракторов и комбайнов, задействованных в уборке урожая, передвигается военная техника. Вместо объектов социально-культурного назначения строятся военные базы. Будет ли проект нового партнерства между Минобороны и НАТО вынесен на референдум или хотя бы на публичное обсуждение в парламенте? Это и другие вопросы задал на брифинге в Кишиневе в минувшую среду депутат парламентской группы «Победа» Василий Боля. «Из НАТО тратят огромные средства на вооружение, строят военные объекты, не спрашивая при этом мнения граждан. Об этом заявил в ходе проведенного в парламенте брифинга депутат парламентской группы «Победа» Василий Боля. По его словам, несмотря на нейтральный статус нашей страны, молдавских военнослужащих задействуют в миссиях Североатлантического альянса. Под эгидой НАТО на территории Молдовы проводятся многочисленные учения и идет накачка вооружением и техникой, зачастую устаревшими. В связи с этим, по словам депутата, возникает множество вопросов к властям, один из которых, почему они так поступают, не спрашивая мнения граждан. Вчера было объявлено, что на линии бережты Унгена будет построен военно-логистический узел для переправки различной техники, которая будет поступать в Республику Молдова по железной дороге. Уже очень давно ведутся разговоры о модернизации аэропорта Моркулешты, чтобы он стал авиаузлом НАТО. Будет ли проект нового партнерства между Минобороны и НАТО вынесен на референдум или хотя бы на публичное обсуждение в парламенте с участием представителей академической среды и профессионалами в этой области? Также, по словам Василия Боля, многочисленные учения, проводимые на полигоне в Бульбоках, могут привести к обострению ситуации в регионе. Присутствие НАТО в зоне безопасности противоречит соглашениям о создании зоны. Существуют ли гарантии, что солдаты НАТО не будут присутствовать в зоне безопасности на Министре? Бульбока находится недалеко от Варницы, которая входит в зону безопасности. Напомним, что ранее об этой проблеме заявляли и в руководстве непризнанной ПМР, где, как утверждает глава Приднестровского МИД Виталий Игнатьев, американских солдат можно встретить прямо в поле. Еще один важнейший вопрос, как заявил депутат, каковы гарантии, что граждане страны не будут втянуты в военную авантюру? Исходя из сказанного, Боля призвал власти представить ответы на эти вопросы, которые сегодня волнуют каждого жителя Молдовы и которые до сих пор остаются без ответа. Вместе с тем, от лица политического блока Победы он заявил, что избежать втягивания Кишинева в войну можно только сменой нынешней власти, которая игнорирует Конституцию и волю народа и расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. За комментариями по поводу заявлений депутата мы обратились в пресс-службы парламента и правящей партии действий «Солидарность». Однако, ко времени подготовки сюжета к эфиру ответов не получили. НАТО нам надо. Так считают не только нынешние руководства страны, но и его зарубежные партнеры и симпатизирующие лица не от власти. Щел своим долгом внести лепту в этот деликатный вопрос и экс-президент Раэн Бесеску, получивший в 2016 году гражданство Молдовы, а в 2017 его лишившийся. По мнению гражданина соседней страны, Молдова должна отказаться от нейтралитета и стать кандидатом на вступление в НАТО, чтобы Румыния могла оказать ей военную помощь в случае российского вторжения. С таким заявлением выступил на этой неделе Бесеску в эфире ДИДЖИ-24. Однако не все разделяют это мнение. Так, депутат Европарламента от Румынии Диана Шишуак и считает, что Молдова должна сохранить нейтралитет и традиционные для страны ценности. То, что мы потеряем, вступив в ЕС. Депутат Европарламента Диана Шишуак призвала молдован выйти на голосование, чтобы спасти свою страну. Она считает, что Республика Молдова должна сохранить нейтралитет и не быть оккупированной никем. Голосуйте, потому что вы должны сохранить Молдову такой, какая она есть, непреклонной. Вы остались единственной страной с традициями, с историей, со Штефаном Великим и Святым. Вы должны быть свободной зоной, вы должны быть нейтральным государством, вы должны быть с Румынией, но как особая нейтральная, свободная зона, которая не может быть никем оккупирована. Обратите внимание на то, что я вам говорю. Это мой план. Выходите и голосуйте. Несколько дней назад румынского депутата, лидера партии СОС Румыния Диану Шишуак насильно вывели из зала заседаний Европарламента после того, как она высказалась на тему веры и свободы. Это произошло во время выступления одного из депутатов, когда Шишуака подняла икону, символизирующую глубокую связь между верой румын и их национальной идентичностью. Накануне на заседании Европарламента она также раскритиковала политику Евросоюза, однако председатель Роберто Митцоло выключила ей микрофон. Шишуака резко раскритиковала политику, навязанную Европейским Союзом, особенно в том, что касается борьбы с пандемией политикой принудительной интеграции, которая, по ее словам, угрожает национальному суверенитету Румынии. Евродепутат считает, что Европа уничтожила Румынию и довела румын до нищеты, постоянно помогая украинцам. На пленарном заседании Европарламента Шишуака надела намордник в знак протеста против ограничения свободы слова. После этого ее вывели из зала пленарных заседаний парламента. В коридорах Шишуака заявила журналистам, что Брюссель – это дом сатаны. Она также назвала Европейский Союз Союзом, в котором демократии и свободы уже давно не существуют. Все дети в нашей стране равны, но некоторые равнее. 18 июля парламентское большинство от партии «Действия Солидарность» проголосовало в первом чтении за изменения в закон о дипломатической службе. Согласно нововведению, дети дипломатов должны были получать по 700 евро в качестве ежемесячного пособия до достижения ими 23-летнего возраста. Однако волна возмущения, которая поднялась в оппозиционной и политической среде и в обществе, заставила власти сделать шаг назад и исправить в документе 700 евро на 500, а затем и вовсе снять законопроект с голосования во втором чтении. Однако Попшой перед этим успел признаться, что власти найдут другой способ, как помочь семьям дипломатов. Об аргументах главы МИДа в нашем сюжете. На наш взгляд, несмотря на отзыв проекта, они интересны и показательны. Реагируя на волну критики, правящая партия действий «Солидарность» делает шаг назад. После голосования в первом чтении по законопроекту, предусматривающему выплату государством 700 евро ежемесячно детям послов Молдовы до достижения ими 23-х лет, ко второму чтению документ может быть изменен, но не отменен. Депутат от ПДС Дойна Герман предлагает снизить сумму до 500 евро и исключить возраст 23 года, который был предусмотрен в первом варианте законопроекта, пишет Зиарл Дегарде. В документе, утвержденном правительством, возраст не указан, но министр иностранных дел Михаил Попшой заявил, что цифра будет снижена с 23 до 18 лет. Вместе с тем чиновник возмущен реакцией тех, кто критикует проект, вместо того, чтобы проявить сострадание к бедственному положению дипломатов и их детей, которые не могут посещать детские сады или школы, где обучение не ведется на языке международного общения, а частные школы стоят дорого. Наши дипломаты не могут позволить себе платить за частные школы, и мы снижаем производительность и потенциал нашей дипломатии, потому что те, у кого есть дети, фактически не могут позволить себе ездить в эти миссии, где детский сад или школа стоят очень дорого, или где они вынуждены отправлять своих детей не в государственные школы, потому что в государственных они не могут учить своих детей. По словам Попшой, эти дети испытывают трудности, потому что вынуждены менять учебные заведения, и, по его мнению, к ним нужно проявлять гуманные отношения, выказывая поддержку. Вы представляете учебу в трех разных школах с тремя разными языками, помимо того языка, который вы знаете? Какое качество учебы получают эти дети, и какую травму они получают во время учебы? Не говоря о том, что смена школы сама по себе является психологической травмой, но учиться в школе, где ты не понимаешь языка, это бесчеловечно. Попшой, однако, не привел ни одного примера, связанного с послами, которые хотели бы покинуть систему именно по этой причине. Также Министерство иностранных дел никогда не жаловалось на нехватку дипломатов. При всем нашем сочувствии к судьбе семей дипломатов мы не можем не отметить, как отмечают многие критики этой инициативы, что и другие дети нашей страны заслуживают не меньшего сочувствия и поддержки. Речь, например, о тех, кто после закрытия властями школ вынуждены в любое время года по плохим дорогам добираться до соседних сел. Сострадание заслуживают и дети, которые, живя с родителями, работающими за границей, не имеющими ни пособий, ни жилья, ни служебного транспорта, в лучшем случае ходят в государственные школы, а то и вовсе могут не продолжить образование. Пятый канал попытался выяснить в Министерстве иностранных дел, какую зарплату получают молдавские послы и консулы, и почему именно сейчас им хотят начать платить эти деньги. Пресс-служба учреждения прислала нам ссылку на пресс-релиз, размещенный на сайте, но не ответила на наши конкретные вопросы. Напомним, согласно документу, принятому ПДС в первом чтении и вызвавшему возмущение в обществе, дети молдавских послов должны были бы получать по 700 евро в месяц до достижения 23 лет. В общей сложности речь идет в настоящее время о 123 детях молдавских дипломатов, говорится в документе. Такое пособие обошлось бы государственному бюджету более чем в 20 миллионов леев в год. Забота о детях дипломатов – это похвально. Жаль, что не видно такой же заботы о детях фермеров, мелких и средних предпринимателей, госслужащих и других категорий граждан, не связанных с дипломатической работой. Не особо заботится государство и об учителях, которых год от года становится в стране все меньше. На 1 декабря прошлого года, по данным статистики, начинающий педагог получал после вычета всех налогов около 6700 леев, а педагог со стажем – от 9 до 9,5 тысяч. Но это в среднем по стране, а в конкретных случаях – еще меньше. В этом году, по словам министра образования Дана Перчуна, повышения зарплат учителям не будет. У власти, как все мы видим, другие приоритеты. В Молдове педагоги, в Италии – сиделки. Такова реальность для многих учителей из Молдовы, выезжающих на заработки за рубеж. Педагогической работой занимаются сейчас только те, у кого к этому есть призвание и душевная тяга, говорят некоторые из них. Валентина Филипп из села Пенешешты Страшенского района, несмотря на то, что вышла на пенсию, продолжает учить детей, преподает им румынский язык. По ее словам, верность профессии она хранит из-за любви к детям, так как зарплата ее совсем не мотивирует. Обеспечивать себя она попыталась, выполняя другую работу – сиделкой за границей. Зарплата, скажу и вам, с учетом той работы, которую мы делаем, конечно, небольшая. В стране, в которой мы живем и с этими проблемами, вероятнее всего, нас мотивирует оставаться любовь к детям. Не хочу обманывать, это действительно так. Я попыталась работать за границей, не выезжала годами, а летом пыталась, подменила кого-то на месяц. И вы не представляете, что я тогда увидела, в каком положении там работают женщины. Я не могла там оставаться. Не с кем было поговорить. Подумаешь, месяц. Но мне казалось, что я в тюрьме. Проработав более 40 лет в педагогической сфере, Валентина Филипп сегодня получает зарплату немногим более 5000 лев. Что-то ей доплачивают за проверки тетрадей. За проверку тетрадей получаю что-то. Преподаватели румынского языка больше остальных проверяют. При этом она ни на что не жалуется и надеется, что ее профессия вернет себе былой престиж. Но для этого необходимо прямое участие руководства страны, считает Валентина Филипп. Ладно, в стране нет денег. Но из чего другим выплачивается зарплата по 40 тысяч, 50 тысяч шлеев? Откуда это находят? Но ведь учителя это те, кто закладывает основы всех остальных профессий. Я, если смогу, продолжу преподавать. Но необходимо мотивировать других, чтобы они оставались в сфере образования. Знаю многих учителей, которые ушли и никогда не вернутся в педагогику. И, может, это мотивировало бы их остаться. Испытывает разочарование и Элеонора Пануш. Она тоже учительница румынского языка. По ее словам, она не достигла бы 42-летнего стажа без материальной поддержки со стороны мужа. Зарплата учителей всегда была низкой. Всегда. С мужем часто смеемся, шутим на эту тему. Он говорит, хорошо, что я у тебя есть. Содержу тебя, потому что иначе что бы я сделала со своей профессией педагога? Профессия учителя – это основа всех профессий. К нам должно быть другое отношение. И оплачиваться наша работа должна гораздо лучше. Я так считаю. По словам Элеоноры Пануш, хуже всего, что за период собретения независимости почти все составы правительства не проявляли к педагогам должного внимания. Мы как бы с завистью смотрим на другие профессии. На врачей, которые получают гораздо больше. Да, я понимаю, что профессия врача ответственная. Но и наша не менее важная. Мы терпели и всегда ждали. Но каждый раз нам повышали зарплату слишком несущественно. В этом году, однако, повышения оплаты труда учителей не будет, заявил министр просвещения и исследований Дан Перчун. По его словам, правительство еще оценивает объемы поступлений в госбюджет и насколько могут быть повышены зарплаты педагогов, будет ясно только в октябре-ноябре. Таким образом, само повышение, возможно, произойдет не раньше, чем с 1 января 2025 года, уточнил министр. В понедельник стало известно об увольнении директора национального ансамбля «Танца Жок» Алены Стримбяну. Это произошло после проведения служебного расследования, инициированного Министерством культуры. Расследование, в свою очередь, было назначено сразу после того, как четверо артистов Жока выступили в июне без ведома руководства ансамбля на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Комментируя отставку у Алены Стримбяну, министр культуры Серджио Продан заявил, что она связана с плохим менеджментом, который привел к потерям и упущенным возможностям. Это обнаружилось по случайному совпадению, видимо, именно сейчас. Исполняющим обязанности директора ансамбля назначен дирижер Марин Герас. Сама Алена Стримбяна считает, что решение об ее увольнении было спланированным и несправедливым. Я ни в чем не виновата. Таково заявление директора ансамбля ЖОК Алены Стримбяну в ответ на ее увольнение. Решение было принято после служебного расследования, проведенного Министерством культуры. По закону, что именно вы нарушили, предъявляется несколько пунктов, которые я нарушила. То есть утверждается, что я нарушила. Мне надо в конце концов увидеть, что действительно. Я не чувствую себя виноватой ни в чем из того, что они утверждают. В отношении наследия, костюмов, других вещей, которые были выявлены согласно их выводам. Стримбяна также заявила Пятому каналу, что решение о ее увольнении было спланированным. В пятницу меня пригласили в Министерство культуры, но в ходе встречи мне предоставили несколько заключений, которые я, естественно, оспорила. Очевидно, что это расследование было начато с очень четкой целью – снять меня с должности. Ни министерство, ни нынешнее правительство недовольны успехами ЖОКа. И, снимая меня с должности, они запугивают артистов. Бывший руководитель танцевального ансамбля также сказала, что пока не решила, что будет делать дальше, но на время возьмет перерыв. На вопрос, что будет с четырьмя танцорами, участвовавшими в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Стримбяну ответила, что пока не знает, потому высказываться по этому поводу рано. Согласно заявлению Министерства культуры, Алену Стримбяну обвиняют в ряде нарушений, таких как создание и содействие ситуациям, связанным с передачей костюмов и аксессуаров государственного ансамбля сотрудникам в личных цели для использования в частной деятельности в нерабочее время, нарушение процедур выезда за границу без согласия министра, нарушение процедур совмещения функций директором и другие. При этом Стримбяну не согласна с обвинениями и считает себя невиновной. Отметим, что Алена Стримбяну до сих пор была отстранена от исполнения должностных обязанностей на время внутреннего расследования, начатого Министерством культуры после того, как четверо танцоров ансамбля ЖОК приняли участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Глава Минкульта тогда заявил, что начал проверку, потому что хочет понять, как эти молодые люди, входящие в состав государственного ансамбля, пришли к тому, чтобы играть в игры пророссийских политиков. При этом в социальных сетях появилась информация, согласно которой власти потребовали от руководства ансамбля уволить этих четырех танцоров. На вопрос радио Молдова, считает ли он, что молодых людей следует уволить, председатель парламента Игорь Гроссу ответил, что решение остается за уполномоченными структурами, но он сожалеет о выступлении артиста в России. Как сообщило руководство танцевального коллектива, четверо солистов ЖОК, представивших танцевальную программу в Санкт-Петербурге, в этот период находились в отпуске. Актом мести со стороны невежд из власти назвал увольнение стрымбяну экс-президент Владимир Воронин в открытом письме в адрес Министерства культуры. Воронин также потребовал отставки продана. После публикации документа «Пятый канал» попытался выяснить реакцию министра, однако тот не ответил на наши звонки и сообщения. Ответа от пресс-службы Министерства культуры мы тоже не получили. Бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин направил открытое письмо министру культуры Сергию Прадану, в котором выразил несогласие с увольнением директора ансамбля ЖОК Алены Стрымбяну, назвав это решение местью властей. Увольнение художественного руководителя ансамбля ЖОК Алены Стрымбяну, вопреки воле коллектива, является гнусным актом мести со стороны примитивных невежд из власти. А министр, вместо того, чтобы защитить национальную гордость Молдовы, каковой, безусловно, является ЖОК, становится послушной и бессловесной матрешкой в руках варваров от культуры и не только, написал Владимир Воронин. Бывший президент Молдовы считает, что все преступление, которое совершили четыре солиста ансамбля, заключается в том, что они делали свою работу, то есть танцевали. А еще тем самым продвигали молдавскую культуру на одном из крупнейших в мире мероприятий. И тот факт, что для нынешней хунты во власти сам факт пересечения российской границы уже является криминальным деянием, не отменяет незначимости произошедшего в городе на Неве международного события, не того факта, что наши танцоры с честью выполнили и свой профессиональный долг, и свою миссию знакомить мир с Республикой Молдова, ее самобытным национальным искусством, отмечается в письме. Воронин напомнил бывшему студенту Московского Щепкинского училища Сергию Продану, что огненная пляска ЖОКа появилась на широком экране в классике советского кино в блистательной свадьбе в Малиновке задолго до того, как тот пешком под стол ходил. Ансамблю рукоплескали на всех континентах, а российский зритель истоволюбит и глубоко уважает наш танцевальный коллектив. Ансамбль ЖОК сделал для узнаваемости Молдовы в мире значительно больше, чем все президенты, министры иностранных дел и уж тем более министры культуры за все годы, говорится в открытом письме. Маэстро Курбет лично завещал свой коллектив Алене Стрымбяну. Вы, Прадан, решили плюнуть на его могилу? На светлую память об этом гениальном человеке? Впрочем, для вас это дело привычное. Возглавляемое вами министерство, как и вы лично, ничего до сих пор не предприняли для увековечивания памяти величайшего писателя, драматурга и философа мирового масштаба Иона Друце, писал Владимир Воронин в открытом письме министру культуры Сергию Прадану. Сразу после публикации открытого письма Пятый канал попытался выяснить реакцию министра на него, однако тот не ответил на наши звонки и сообщения. Ответа от пресс-службы Министерства культуры мы тоже не получили. Напомним, исполняющая обязанности руководителя ансамбля Жок Алена Стрымбяну была уволена после скандала с артистами, которые участвовали в форуме в Санкт-Петербурге и танцевали хору с несколькими российскими политиками и чиновниками. В манифестации участвовал и лидер партии Победа Илон Шор. Приказ подписан 19 июля 2024 года. 19 июля исполнился год со днями инаугурации Башкана Гагаузии Евгении Гуцу. В этот день у нее проходило очередное судебное заседание по делу о соучастии в незаконном финансировании партии, в котором она категорически опровергает свою вину. Потому свой отчет о проделанной работе на посту главы автономии Евгению Гуцу представила в понедельник 22 июля. Мероприятие символично проходило в Кангазе на месте строительства нового парка развлечений Гагаузия-Лэнд. В торжествах по случаю годовщины пребывания Гуцу в должности руководителя региона приняли участие жители автономии, депутаты парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, примарский корпус, священнослужители и гости из других районов страны. В торжественной обстановке в присутствии многочисленных гостей со всей Гагаузии депутатов Народного собрания и парламента страны башкан Гагаузьерия Евгения Гуцу представила свои основные достижения за год, прошедший со дня ее вступления в должность и приоритеты Гагаузии на будущее. Мероприятие состоялось в Кангазе, где ведется строительство бесплатного парка развлечений Гагаузия-Лэнд. Презентация началась с показа видеоролика, который наглядно продемонстрировал изменения, уже произошедшие в регионе за год работы команды Евгения Гуцул. по словам башкана, с первых дней работы и в течение всего года ее команда реализовала обширную программу строительства дорог и тротуаров в селах автономии. Евгения Гуцул сообщила, что общая протяженность дорог, построенных за счет внебюджетных средств, при поддержке меценатов превышает 50 километров. В коммуне Казанжик построены заасфальтированы две дороги, вымощен камнем участок по улице Котовского. Две улицы отремонтированы в коммуне Светлой. В селе Баурчи заасфальтирована дорога и обустроена парковка. Также здесь уложен асфальт на шоссе и на мосту по улице Сергея Лозо. В селе Кириэт-Лунга заасфальтирован участок дороги по улице Гагарина и установлены бордюры. В селе Гайдар завершена модернизация главной дороги. Кроме того, для удобства и безопасности жителей по улице Ленина была уложена тротуарная плитка. В селе Кангас к крупнейшим в республике реконструирована и сдана в эксплуатацию одна из главных улиц этого населенного пункта, соединяющая детский сад, школу и социальные учреждения. Не были забытые села Джолтай, Котовская, Буджак, Этуле, Русская Киселия и Бежгиоз, где также были отремонтированы дороги и тротуары. Это современные, качественные дороги, выполненные в виде асфальтового покрытия или уложенные площадки. Они послужат жителям нашей Гагавузи еще много десятков лет. Особо подчеркиваю, эти работы мы провели не на деньги нашего гагаузского бюджета. Масштабное дорожное строительство профинансировали наши российские партнеры и меценаты. Я сама выросла в селе и прекрасно помню, каково это после дождя идти в школу по размытой и разбитой грудной дороге. Помимо этого всего за год в Гагаузии были реализованы несколько социальных проектов. По просьбе жителей команда Башкана обустроила 23 спортивные площадки. Практически завершено строительство первого в Гагаузии и на всем юге Молдовы парка развлечений Гагаузия-Лэнд. Торжественное открытие которого состоится в ближайшее время. По словам Башкана, Гагаузия сегодня является уникальным регионом Молдовы, где почти каждая семья получает поддержку от властей автономии. Как за счет бюджетных средств, так и благодаря помощи спонсоров. Все это время продолжались выплачиваться пособия по рождению ребенка. Компенсация родительской платы детских дошкольных учреждений. Обеспечивалось бесплатное питание для учеников. Выплачивались образовательные гранты и реализовывались другие жизненно важные программы. И здесь я бы хотела выразить особую благодарность доброму другу Гагаузии Илону Мироновичу Шору за трепетное отношение к нашим жителям. За неоценимый вклад в инфраструктурное, социальное и культурное развитие автономии. Многие добрые дела мецената это помощь многодетным и неполным всеми. Забота о тяжелобольных совершается им не публично. Более того, Башкан подчеркнула, что благодаря российским партнерам, а именно Промсвязь Банку России, она смогла выполнить еще одно предвыборное обещание. И теперь более 30 тысяч человек получают ежемесячные выплаты в размере 2000 леев. И их число растет с каждым днем. У команды Башкана большие планы на будущее, уверяет Евгения Гуцул. Она пообещала собравшимся, что вся Гагаузия превратится в большую стройку. В показанном видеоролике она представила некоторые инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в регионе. По словам главы автономии, крупные инвестиции будут направлены на ремонт и строительство дорог, создание новых зон отдыха и игровых площадок, модернизацию детских садов, школ, больниц, всей социальной инфраструктурой. При этом будет развиваться экономика Гагаузии за счет поддержки малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Особое внимание также будет уделено наиболее уязвимым категориям граждан, пенсионерам с низкими доходами и многодетным семьям. Команда Башкана подчеркивает, что языщет возможности для расширения существующих программ социальной поддержки и реализации новых. А в программу ежемесячных выплат пособий в размере 2000 леев войдут новые категории бюджетников. Каждая семья в автономии будет охвачена должной заботой и вниманием со стороны властей Гагаузии, заявила Евгения Гуцул. По случаю первой годовщины со дня вступления Евгения Гуцул в должность Башкана Гагаузии с поздравлениями и словами поддержки главе автономии и жителям региона по видеосвязи Гагаузии и всех ее жителей. Всего за один год работы Башкан и ее команда добились немалых успехов, подчеркнул Шор. Евгений Александров, вы настоящий борец, храбро отстаивающий интересы народа и очень умный и дальновидный человек. При вас о Гагаузии заговорили во всем мире. Вы каждый день защищаете интересы гагаузов и борете за права автономии. С поздравительным посланием выступил и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов. На самом деле команда у вас сильная, крепкая. Смотрите, команда Башкана совсем недавно, кажется, как недавно, уже почти год прошел, как бы нашли спонсоров, которые помогли как бы нашим пенсионерам. Перечислили деньги уже на счета. Вам удачи, госпожа Башкан. Мы с вами. Жители региона отмечают, насколько заметны результаты, достигнутые всего за год. По их словам, Гагаузия преображается с каждым днем. Много всего сделано было. Дороги сделали. Нам очень хотелось дорог. Хорошие. Мы довольны, нам нравится, мы желаем успеха и дальнейшего развития. Можно сказать, что есть очень хорошая тенденция для развития нашего региона. Во всяком случае, такого социально направленного исполкового Гагаузии не было еще никогда за всю историю, 30-летнюю историю гагаузской автономии. 19 июля исполнился год со дня официального вступления в должность Башкана Гагаузии Евгении Гуцул. В день своей инаугурации она пообещала сделать акцент на экономическом развитии региона и социальных проектах. Год назад на церемонии в Камрате не присутствовали представители руководства страны. За год своего мандата Башкан Евгений Гуцул совершила визиты в Турцию, Брюссель и несколько раз посетила Российскую Федерацию. Везде она добивалась конкретных соглашений и проектов, которые принесли бы пользу гагаузской автономии. Официальный Кишинев болезненно реагирует на визиты Башкана в Москву. По просьбе молдавских властей Евгения Гуцул была включена в санкционные списки США. Срок наказания для депутатов парламентской группы Победа, введенного Игорем Гроссу, прошел, и они смогли снова вернуться к полноценной работе. В этот день депутаты Победы пришли на пленарное заседание с 11 подготовленными ими законодательными инициативами. Но ни одну из них фракция правящего большинства не согласилась включить даже в повестку дня. Несмотря на многочисленную критику правоведов и даже независимого центра промолекс о систематическом нарушении законных прав оппозиции в парламенте со стороны ПДС, партия власти продолжает действовать также. Парламентское большинство от партии действий Солидарность отклонило законодательные инициативы, которые депутаты Блока Победа предложили включить в повестку пленарного заседания. Так, депутат Регина Апостолова предложила заслушать министра окружающей среды Серджу Лазаренко в связи с гидрологической ситуацией на Днестре. Ее коллега Марина Таубер предложила вызвать министра внутренних дел Адриана Эфроса и директора службы информации безопасности Александру Мустяца на слушание в связи с убийством средь бела дня на террасе одного из столичных кафе в секторе Рыжкановка 10 июля. Слушаний в комиссии недостаточно. Мы присутствовали на этих слушаниях и не получили ответов ни на один вопрос. Необходимо публичное и прозрачное обсуждение, чтобы каждый гражданин мог убедиться в том, что он по-прежнему может чувствовать себя в безопасности. Однако ни одно из трех предложений депутатов парламентской группы Победы не набрало необходимого количества голосов. Еще одно предложение о заслушивании министра внутренних дел прозвучало от депутата Блока Победы Александра Нестеровского. Относительно увеличения числа найденных мертвых мужчин в непосредственной близости от молодоукраинской границы. Ряд свидетелей открыто заявляют, что украинские граждане фактически расстреливаются даже на территории Республики Молдова. Информация по этому вопросу является секретной, однако граждане должны знать следующее. Сколько человек был убит на территории Республики Молдова, кто и по какому праву стрелял в граждан со всей страны на территории Молдовы, и кто понес за это ответственность согласно законодательству Инициатива набрала 13 голосов. Спасибо. Депутат Нестеровский также призвал заменить словосочетание «румынский язык» и «история румын» на «молдавский язык» и «история Молдовы» во всех актах, утвержденных парламентом. Предлагаем для сохранения нашей государственности, нашего многонационального народа следующее. В тексте принятых в парламенту нормативных актов слова «румынский язык» в любой грамматической форме заменить словами «молдавский язык» в соответствии в грамматической форме и как было прописано в Конституции. В тексте принятых в парламенту нормативных актов слова «история румын» и «румынская история» в любой грамматической форме заменить словами «история Молдовы» в соответствующей грамматической форме. Это все ради сохранения нашего государства и нашего народа многонационального. Спасибо. И это предложение Нестеровского не было включено в повестку дня. Его поддержали лишь 18 депутатов. Депутат Вадим Фатеску призвал исключить из повестки дня проект по праву к закону о предотвращении и борьбе с киберпреступностью. По мнению народного избранника этот механизм ограничит свободу слова и право на информирование, поскольку позволит блокировать сайты по субъективным критериям. «Эта инициатива не может быть обсуждена до тех пор, пока ее не проконсультируют международные эксперты по правам человека и Венецианская комиссия. Мы видим, что продолжается запрет на выражение общественного мнения. После закрытия ряда телеканалов уже перешли в интернет. Просим исключить данный законопроект с рассмотрения. Предложение Фатеску было поддержано лишь 14 голосами. В результате проект, предоставляющий СИП и МВД право блокировать интернет-ресурсы, был принят голосами депутатов от ПДС во втором чтении. Парламентская группа «Победа» предложила также заслушать министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. По словам депутата Ирины Лазован, Спыну должен дать ответы по поводу возмутительной ситуации, сложившейся на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы», в том числе о задержке зарплаты сотрудникам, которые не получают ее уже несколько месяцев. Но и эта инициатива не была включена в повестку дня. Кроме того, Ирина Лазован предложила включить в повестку законопроект, предусматривающий увеличение фонда субсидирования сельского хозяйства на 2024 год с 1,6 млрд до 3 млрд леев. Это, по ее словам, хоть немного облегчило бы положение фермеров и стимулировало бы развитие их хозяйств. Несмотря на всю сложность ситуации, и эта инициатива была отклонена большинством от ПДС. Не поддержали депутату отправящей партии и предложение депутата Василия Боля. Мы предлагаем заслушать министра инфраструктуры и регионального развития господина Спыну по реализации нашумевшего проекта «Европейское село». В публичном пространстве появляется информация о допущенных злоупотреблениях, необоснованном увеличении сметы, конфликте интересов, некачественном выполнении работ. Более того, по всей стране распространяется газета, где на последней странице вы с гордостью сообщаете, что был благоустроен пункт пропуска Лёва Бумбата. Но это схема, по которой прокуратура по борьбе с коррупцией возбудила уголовное дело. Инициатива получила 19 голосов. Спасибо. Кроме того, Блок Победы вновь предложил включить в повестку дня законопроекта об утверждении концепции национальной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в Республике Молдова, а также заслушать директора службы информационных технологий и кибербезопасности по поводу программного обеспечения, используемого для управления электронными подписями граждан. Кроме того, было предложено заслушать директора СИП Александру Мустяце по поводу закрытия телеканалов и множества новостных порталов. Эти инициативы тоже не были включены в повестку дня. В общей сложности было отклонено 11 предложений от оппозиции. Депутаты Блока Победы выразили сожаление в связи с тем, что парламентское большинство не принимает во внимание важные для граждан инициативы. И вновь власти не хотят слышать правду о своих действиях. Прекрасно понимаем, что оппозиция сегодня неудобна правящей партии, потому что вскрывает глобальные вопросы, которые волнуют жителей страны. Следует отметить, что большинство от ПДС отклоняет практически все инициативы оппозиции в парламенте, не соглашаясь даже включить их в повестку дня. В связи с этим ассоциация Промолекс, которая проводит мониторинг работы законодательного органа, неоднократно заявляла, что парламентское большинство ограничивает права оппозиции, нарушая принципы парламентаризма. Так, согласно регламенту, инициатива оппозиционных парламентских фракций, а также беспартийных оппозиционных депутатов, являются приоритетными при формировании повестки дня первого пленарного заседания каждой шестой недели с начала парламентской сессии. В ходе парламентских сессий должно быть организовано два-три заседания, посвященных оппозиционных проектам, но, к сожалению, этого не происходит, говорится в одном из отчетов Промолекс. Кишинев попал в рейтинг самых дорогих городов мира. В глобальной базе данных Нумбе он занял 240-ое место из 336 городов. Жизнь в Кишиневе обходится дороже, чем в Санкт-Петербурге и Баку. В среднем расходы на одного человека в молдавской столице составляют свыше 11 тысяч леев. Глобальная база данных Нумбео опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира по данным на середину 2024 года. Столица Республики Молдова заняла в нем 240-ую позицию из 336 городов. Жить в Кишиневе оказалось дороже, чем в Санкт-Петербурге, Баку, Астане, Киеве, Минске или Одессе. Самым недорогим из городов СНГ в плане проживания, согласно рейтингу Нумбео, оказался украинский Харьков, расположившийся на 318 позиции из 336. Авторы исследований отмечают, что ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека в столице Республики Молдова составляют 11 534 лея без учета арендной платы. В Кишиневе, согласно рейтингу, жизнь почти на 66% дешевле, чем в Нью-Йорке, а арендная плата на 88% ниже, чем в этом американском мегаполисе. Самым дорогим из городов СНГ, авторы исследования посчитали Ереван. Он занял 191-ю позицию рейтинга. Также дороже, чем в Кишиневе, жизнь в Москве, Тбилиси и целом ряде городов Румынии. Так, самым дорогим румынским городом оказалась Констанца, 196-я позиция. Бухарест расположился на 204-м месте. В целом, в текущем индексе стоимости жизни самыми дорогими городами мира являются города Швейцарии. Цюрих, Базель, Женева, Лозанна и Берн заняли первые пять позиций в рейтинге Нумбео. Далее идет ряд городов США, в том числе Нью-Йорк, уровень жизни в котором является базой при составлении данного рейтинга. Дело в том, что рейтинг Нумбео формируется на основе информации о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни, а за основу берутся цены в Нью-Йорке, которому автоматически присваивается 100 баллов. На текущий момент Нью-Йорк является шестым по дороговизне городом мира. Дешевле всего, по мнению авторов исследования, проживать в пакистанских городах Карачи и Лахори. В начале этого месяца глобальная база данных Нумбео представила рейтинг 92 самых дорогих городов Европы по данным на середину 2024 года. Первые два места в нем также достались швейцарским городам Женеве и Тюриху, а Кишинев оказался на 79-й строчке рейтинга самых дорогих европейских городов. Прошла неделя со дня трагедии в столичном районе Ботаника, когда ребенок погиб на прогулке в парке от удара током, а виновные до сих пор не найдены. Муниципальный совет Кишинева на заседании 25 июля заслушал директора муниципального предприятия электрических осветительных сетей Люмтех Вячеслава Буца, однако он отказался отвечать на большинство вопросов советников, ссылаясь на расследование этого случая компензентными органами и, соответственно, тайну следствия. Претерботаники Диана Губа на заседание не пришла. Вопросы без ответов и ссылки на тайну следствия. Только через неделю после того, как в столичном парке двое детей получили удар током, муниципальный совет Кишинева заслушал Вячеслава Буца, руководителя предприятия Лумтех, в ведении которого находится освещение столицы. Муниципальные советники засыпали его вопросами, на которые получили уклончивые ответы. Советник от партии социалистов Сильвия Григорьева попыталась выяснить, что стало причиной этого трагического инцидента и что было предпринято. Ссылки на тайну следствия стали лейтмотивом ответов Вячеслава Буца почти на все вопросы советников. Такими были ответы на вопросы советника от ПСРМ Александра Одинцова о том, побывал ли он на месте трагедии, проверял ли лично он или другие ответственные представители Лумтех работы по установке освещения в этом парке. Глава предприятия объявил и эту информацию частью тайны следствия. Вопрос технический, в принципе, я считаю, тоже он затрагивает историю этого дела, поэтому считаю, что выносить какую-то ясность я не имею сегодня возможность сделать. То, что мы были, то, что мы присутствовали, это да. Не смог он ответить и на вопрос советника от партии Платформа, Виктора Керонды? Электроосветительная установка на этой площади находится на балансе Лумтех? Нет. На чьем балансе она находится? Я пока не могу вам сказать. Вы не знаете? Нет. В определенный момент советник от ПДС Диана Рожко посчитала необходимым вмешаться в дискуссию, вместо того, чтобы спросить об электрических сетях, задала вопрос о состоянии деревьев. Это вызвало смех среди ее коллег. Прошу сообщить период последней инвентаризации состояния деревьев и зеленых насаждений в секторе Ботаника. Этот господин из Лумтех. Тише, тише, коллеги. Тише, тише, коллеги. Путаница из-за того, что советник от ПДС не знает в лицо и по имени, и фамилии директоров, начальников, несмотря на то, что с самого начала было объявлено, кто находится в президиуме. После трагедии жители столицы сообщили о нескольких случаях обнаружения в публичных местах обвивших или незащищенных электрических проводов. Горожане выразили обеспокоенность тем, что несчастье может повториться. В ответ на это глава Лумтех заверил, что после этого случая были проверены все публичные места и нарушения не выявлены. Напомним, трагедия, в результате которой двое детей пострадали от удара электротоком в одном из столичных парков произошла на прошлой неделе. В результате 11-летняя девочка погибла, а 6-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в институт матери и ребенка. Через несколько дней состояние мальчика улучшилось. Молдова, как и большая часть планеты этим летом, изнемогает от жары. Высыхают реки, озера, пустеют колодцы. Страдают и люди, и флора, и фауна. Мэрия коммунодрослечей Криулянского района сообщила 23 июля, что в местном озере погибла вся рыба. Водоем взял в аренду один из жителей четыре года назад, но такая ситуация, когда озеро полностью обмелело, по его словам, возникла впервые. В селедре с леченой Криулянского района экологическая катастрофа. В одном из озер погибла вся рыба. Водоем взял в аренду один из жителей четыре года назад, но такая ситуация, когда озеро полностью обмелело, по его словам, возникло впервые. Арендатор сам собрал всю погибшую крупную рыбу, а для сбора мелкой позвал в помощь селян, так как запах гниения уже распространился по селу. Особенно ночью, когда открываем окна, проникает неприятный запах. В доме невозможно спать, приходится спать закрытым окном. Иначе, особенно если подует ветер, вся эта часть села очень страдает. Это большая трагедия, только посмотрите, какое количество. Запах невыносимый. Особенно страдает эта часть села, те, кто живет ближе к озеру. Остальные, кто проходит рядом, тоже, конечно. Мы здесь живем, дышим этим. Речь идет о здоровье людей. Некоторые жители села говорят, что озеро никогда не очищалось. И это, по их мнению, еще одна причина проблемы. Мы попытались поговорить с арендатором озера, но он не ответил на наши звонки. Примар рассказал, что рыба гибла и раньше, но впервые в таком большом количестве. Он уточнил, что сначала гибла крупная рыба, которую арендатор собирал собственными силами, но через несколько дней на поверхность воды всплыла и мелкая рыба. Часть крупной рыбы погибла, арендатор начал ее собирать, но в последние несколько дней начала гибнуть мелкая рыба размером до 10 сантиметров, которой было много. И арендатор со своими работниками не справляется с этим. Вчера через сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям мы попытались организовать местных жителей, в том числе некоторых наших сотрудников, чтобы собрать погибшую рыбу. Примар убежден, что причины случившегося – высокие температуры воздуха и низкий уровень воды в озере. Проблема в том, что, как я считаю, таких температур, как в этом году, у нас не было. Да еще и так долго, в течение трех-четырех недель. Плюс к этому, прошедший позавчера дождь еще больше загрязнил озеро, и рыба погибла. Точное количество погибшей рыбы примару неизвестно. По его словам, назвать его может только арендодатель. Арендодатель. Он пояснил, что вся собранная рыба будет захоронена на большом расстоянии от населенного пункта. Отметим, что нынешним летом в Молдове установилась экстремальная жара, от которой страдают как жители, так и экосистемы. В период с 12 по 17 июля в центре и на юге страны был объявлен красный кот, на севере оранжевый в связи с высокими температурами, которые в этот период превышали 40 градусов Цельсия. Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений, сообщает Европейская служба по изменению климата Коперникус, которая ведет подсчеты с 1940 года. По предварительным данным, среднесуточная глобальная температура 21 июля 2024 года достигла 17,09 градуса Цельсия. После этого температура продолжила расти 22 и 23 июля в том же диапазоне. А в Молдове самыми жаркими днями стали 16 и 17 июля, когда температура в некоторых районах страны превышала 40 градусов по Цельсию. Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары, отметил Генсек ООН на пресс-конференции 25 июля. Антонио Гутерриш призвал к срочным и глобальным мерам по спасению человечества. А что говорят о рекордных температурах молдавские специалисты? В нашем сюжете. 16-17 июля, когда Молдова находилась под красно-оранжевым кодом жары, максимальная температура воздуха на большей части территории страны поднялась до плюс 39,5, плюс 40,9 градуса Цельсия. Такие летние температуры отмечались только в 2007 и 2012 годах, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба. В зависимости от региона поля исчезной продолжался от 8 до 13 дней, что случается раз в 30-40 лет, добавляют метеорологи. При этом в течение двух дней на 40% территории страны царил настоящий ад. Имеется в виду, что температурные показатели превысили 40 градусов по Цельсию. В этот период наблюдалась сильная засуха, которая, подчеркивают синоптики, приведет к значительному снижению среднего урожая по стране. Пострадали кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, а также овощные и другие культуры. На 60% территории страны количество осадков не превысило 10 миллиметров, а в некоторых районах они полностью отсутствовали. Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажненности территории в среднем по стране в период с 1 по 20 июля составил 0,4, что соответствует очень сильной засухе, отмечают метеорологи. На этом наш выпуск подошел к концу. Такое было этой неделе и таковы основные события политической, экономической и социальной жизни уходящих 7 дней, о которых вам рассказывали я, Олеся Кайряк и мои коллеги. Спасибо, что это время провели вместе с нами. Следите за нашими новостями и программами на нашем сайте, а также на страничках в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи на просторах интернета.